Правила безопасного купания. В первую очередь, купаться нужно в специально отведенных местах. Это допущенные к приему людей, отдыхающих в пляже. Пляжи принимаются к работе, эксплуатации, специальные комиссии и соблюдают ряд требований. В первую очередь, оборудованный пляж. Это проверка водолаза Медена, это буйки, ограждающие зону купания. Это спасатели, это спасательные средства и так далее. Это основные моменты. Купание на таких оборудованных пляжах довольно безопасно и рекомендуется. Мы все с вами должны купаться только в оборудованных местах. Есть детские пляжи, то есть как раз для детей с определенной глубиной и под надзором спасателей, инструкторов. Что касается утопления. Дети, как правило, если мы говорим о детях, они три таких пляжа, что они тонут. То есть они могут просто плавать головой, лицом. Это очень опасный признак. Могут болтыхаться, руками так очень, скажем так, несуразно болтать. И также тихо, молча, задрав голову и пытаться схватить воздух, походить под воду. Вот эти все такие пляжи, обращать нужно внимание и тут же сразу принимать меры по спасению. А какие меры по спасению нужно принимать, как оказывается помощь? Если это не глубоко и вот прям здесь, то ребенка надо прям быстро, очень быстро вытащить на берег. Безусловно, попросить кого-то, чтобы позвонили 112 или позвали спасателей, которые должны находиться рядом. Ну и сделать комплекс сердечно-легочной реанимации, если, к сожалению, ребенок уже утонул. То есть у него уже наступила клиническая смерть. Определить, как это, как определить клиническую смерть, весь алгоритм действий. Ну, в интернете на самом деле масса информации, но лучше самому посетить курс первой помощи, пройти это обучение, чтобы знать, как все правильно делать. Как пословица «пьяное море по колено», она вот здесь играет злую-злую шутку. И мы видим, что большое количество утопших как раз находится в состоянии алкогольного линения. Как видеть, как увидеть, что человек утонул? По статистике, опять же, мы видим, что люди, набравшиеся алкоголя, хотят, вот сейчас я нырну, ныряют и больше даже не появляются на поверхности. Потом начинают, о них начинают вспоминать, в лучшем случае, через 5 минут, через 10, а то и вообще к концу вечера начинают вспоминать. Здесь, ну и поведение то же самое, молча может тонуть, где-то, может быть, там успеет крикнуть, где-то не успеет, как-то там махнуть рукой, не успеет, успеет. Ну, то есть, трезвую голову, если в компании, конечно, вы увидите тонущего человека, если он играется там, что-то не юморит. А если компания тоже в таком состоянии, то я думаю, что довольно сложно будет определить, что человек утонул. Поэтому, безусловно, находясь на природе, я понимаю, что всем хочется выпить. Выпили, ну, не лезьте в воду, чрезвычайно опасно. Но можно, тем более, если человек никогда не попадал в такую ситуацию, не особо хорошо плавает, не тренировался. Понятно, что это может произойти. В первую очередь, не терять самообладание, то есть, не впадать в панику, не начинать судорожные движения, а постараться набрать в легкие воды, занять, насколько это возможно, горизонтальное положение на поверхности воды, да, и постараться, используя руки, плавательные движения, двигаться в сторону берега. Или хотя бы, где можно встать нормальной ногой на твердую поверхность. То, что говорят, там, достать булавку, ногу и так далее. Ну, я всегда говорю, вы попробуйте в состоянии своих там плавок отстегнуть какую-то булавку и потом тыгать в ногу. Довольно сложно. Ну, и не совсем доказано, что это помогает. Я тоже часто довольно говорю, что если вы не мастер спорта по плаванию, да, если вы не человек, который занимается плаванием постоянно и не обладаете прям устойчивыми спасениями на воде, если вы не профессиональный спасатель, то все на вашей совести. Но это очень большой риск, потому что человек, который начинает тонуть, он ведет себя довольно неадекватно. И любой предмет, в том числе, можно назвать так, человек, который подплывает рядом и пытается оказать помощь, он просто предмет, за которым можно зацепиться, чтобы выжить. Поэтому, опять же, способы спасения на воде лучше как-то позвать спасателей и все-таки не совсем рисковать, потому что человек может вас... Ну, вдруг что? Подплывать, конечно, лучше сзади, браться за волосы, ну и так далее. Безусловно, это торможение всех жизненно важных функций. Наш мозг начинает защищать жизненно важные органы, в первую очередь, но и отключать уже, ну так, по порядку сначала периферийные всевозможные наши системы организма. Безусловно, двигательная функция, руки, ноги начинают угнетаться, угнетается сознание. Поэтому переохлаждение – это довольно такое серьезное состояние не допускать ни в коем случае. То есть, как только вы почувствуете, находясь в воде, что вас начинает, первое, что вас начинает немножко потрухивать, то в лучшем случае сразу на берег горячий чай, если и не алкоголь, потому что это тоже категорически запрещено. Теплая одежда, если есть возможность, в машине, в здании где-нибудь, в помещении, в первую очередь. Горячий, теплый чай – сахар. По возможности, опять же, если вы не страдаете какими-то хроническими заболеваниями, связанными с сахаром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!